в политике. И она сказала, что ничего не может быть хуже для будущего страны, чем аполитичная молодежь. Поэтому я тогда ее не поняла, я подумала, вот дура какая-то, пристебалась, вот. А сейчас я понимаю, что это я дура какая-то была, и что молодая, вот, подростком я тогда была. А сейчас я понимаю, что она была права, целиком и полностью она была права, и действительно нет ничего хуже для будущего страны, чем аполитичная молодежь. И в политике должны разбираться они сами, сами разбираться, смотреть, читать, думать, а не как бы поддерживать информацию, нашептанную на ушко собственными родителями, бабушками, дедушками и так далее. Потому что все меняется в нашем мире, в нашей жизни, все меняется, все по-другому совершенно уже начинает крутиться и так далее. И естественно, естественно, то, как жили наши там бабушки и дедушки, мы уже не можем жить так же. Мы должны жить по-другому, что-то должно меняться, все равно должен идти какой-то прогресс, правильно? То есть если рассуждать всю жизнь одинаково и никак не меняться ни влево, ни вправо, то как бы ну и жить тогда мы будем одинаково, не меняться ни влево, ни вправо, а жизнь-то идет, прогресс идет. Поэтому, конечно же, ну все меняется, вот. Это точно так же, как нет никакого смысла спрашивать у своих родителей, на кого мне пойти учиться, да? Потому что родители жили, учились где-то там, где-то когда-то тогда, потому что это то какое-то поколение, да? А как бы спрашивать детям совета, как бы дети сами, мне кажется, разбираются круче сейчас, чем взрослые, потому что это, ну как бы новое поколение, будущее, да, вот. И им гораздо виднее, чем им лучше заниматься по жизни, да, чем нам, например, да, с нашей позиции. А спрашивать у дедушек и бабушек, чем лучше заниматься, это вообще дохлый номер, и не потому что, то есть они мудры в каких-то вопросах, да, наверное, они мудры в каких-то вопросах. И тут как посмотреть, вот. Но вот в плане вот выбора профессии, наверное, нет, потому что все же молодежь, да, на вопросе разбирается, мне кажется, и сами гораздо лучше, потому что, ну, время идет, как бы прогресс за ними, за ними будущее, вот. Зачем у людей из прошлого, так сказать, спрашивать, чем лучше заниматься. Почему я сказала, что, наверное, наши старики мудрее? Ну, я так хотела бы думать, а с другой стороны, а ведь их учили, что, например, разводы это плохо, что нельзя разводиться, нужно всеми силами сохранить семью. И в итоге сколько женщин, которые живут с абьюзерами, мучаются, которых лупят, и у которых, можно сказать, вот могла же прожить счастливо, а прожила в итоге в обслуживании мужика детей с замкнутым вот так на замочек ротиком, да, что ее, например, регулярно били, обижали и так далее, да. То есть тоже, как бы, как сказать, как сказать, их учили совершенно по-другому жить, нежели чем можно и нужно жить сейчас, наверное. Это вот такая вот тема для долгих, наверное, рассуждений, дебатов. Ну что ж, Дамир сейчас в Англишклабе, как я уже сказала, у меня остался где-то час, буквально до того, как я заберу его занятий. У него в 11.25 начались занятия, а в 12.50 закончится, потому что сейчас каникулы, и саму школу он не посещает, он посещает только дополнительные занятия по английскому. Они идут, в отличие от школы. Школы на каникулах, доп, занятия по английскому идут. Все, друзья мои, до новых встреч, целую, люблю, бывает, пока!